9 апреля состоялось очередное заседание ректората. Перед началом работы ректор КФУ по традиции вручил грамоту победителю премии профессор года в национальной номинации в Приворском федеральном округе. Им стал заведующий кафедрой конфликтологии доктор политических наук Андрей Большаков. Большая часть вопросов повестки дня затрагивала работу приемной комиссии. Ректор напомнил собравшимся, насколько важно работать на увеличение не только количества абитуриентов, но и качества. Самый главный вопрос сегодняшнего дня – это вопросы, связанные с подготовкой университета к приему студентов 2018 года. Это самая большая задача – набрать контингент талантовых студентов. С основным докладом по первому вопросу выступил ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Он отметил готовность к работе в обновленном формате. С 18 мая в Вониксе будет открыта промо-стойка приемной комиссии для консультации абитуриентов и их родителей по вопросам, связанным с приемом. Также там мы подготовили рекламные растяжки, которые будут выставлены к этому же сроку. Определены места дислокации технических секретарей, сняты и размещены на сайте в виде инструкции для подачи документов из стран СНГ особенно. И на закупку у нас выдано все необходимое оборудование. Выслушав доклад, ректор КФУ озвучил поручение провести полноценные исследования образовательного рынка. Далее участники заседания заслушали доклад о планах на новую приемную кампанию директора химического института имени Бутлерова. Как отметил докладчик, по результатам прошлого года институт все показатели выполнил. Теперь цель подразделения увеличить долю иностранных студентов к 2020 году до 20%. Продолжил тему директор института физики Сергей Никитин. Он доложил о динамике качества приема в свое подразделение за последние годы. Также теме привлечения российских и зарубежных абитуриентов был посвящен доклад про ректора по внешним связям. Первое, значит, получил одобрение ректора, это то, что вот мы работаем с абитуриентами, как работаем, как документы оформляем, в одно окно, как он говорит. То есть сосредоточить в одном месте, а вот ректор вообще предлагает совершенно уже, как говорится, прямо в деревне университета это сосредоточить. Ну попробуем это делать. Затем ректора рассмотрел вопросы, обязательные к обсуждению и пертвынесениям на заседание ученого совета. Среди них в частности обсудили изменения в организационной структуре высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Для оптимизации ситуации предлагается создать две кафедры – национальных и глобальных медиа, и телепроизводства, и цифровых коммуникаций. Медийная среда является одной из самых динамичных, быстро развивающихся, очень быстро меняются вызовы на рынке, да, и хотелось бы действующую структуру высшей школы привести в соответствие к тем вызовам, которые нас на медиаполе ожидают. Завершая ректорат, проректор по научной деятельности Денис Нургалиев отметил работу диссертационного совета. Важной новостью сообщения стала возможность получения официального документа государственного образца. Аделья Шамилова, Ленардо Валерьяров, Универньюс. Субтитры создавал DimaTorzok